А в гостях у меня капитан команды Брейншторм, Евгений Цейса. Женя, привет! Всем привет! А что так грустно всем привет? Нормально сказал, все четко. Все четенько, у тебя все по плану, всегда по полочкам. Так точно. Так точно. F5 надо говорить. Ну давай перейдем к вопросам. Расскажи вообще о команде, кто самый ярый нарушитель дисциплины. Ну, самый ярый, наверное, это Леха Лепеха, Акказа Нигелята. Вот. А самый такой четкий в этом плане это наш менеджер Аня Траксиус. Ну, то есть она никогда никуда не опаздывает, она всегда делает все четко. Да, да. Она пример для нас. Пример для подражания. Ну, подожди. Примером для подражания должен быть капитан команды. Ну, капитан такой тоже у нас. Немножко того. Понятно. Давай к следующему вопросу. Есть ли у тебя вот кумир или на кого бы ты вот хотел бы равняться? Да нет, наверное, у меня кумира. Да и равняться на кого не хотел бы. Есть там определенные черты характера, особенности, которые симпатизируют. Ну, прям так. Навряд ли. Навряд ли. Ну, мы знаем по секрету, что вот Нир Ю, допустим, он вот прям кумир и у него Азиз. Может, у тебя тоже какой-то такой вот есть. Ну, я видел, что ты в последнее время любишь на Арте играть. Может, там Арте 25. Арте 25. Я угадал. Отлично. Расскажи, как ты пришел в Танки и что тебе понравилось в этой игре? Что тебя вот зацепило и ты остался? Ну, мои друзья меня позвали играть. Мы играли довольно-таки большой компанией. Там играли по фан-турнирчикам, там 3 на 3 разные. Заинтересовал, наверное, соревновательный процесс, потому что на тот момент я так не особо в компьютерные игры онлайн играл. Это было чем-то новым, чем-то прикольным, интересным. Ну, что ж, хороший ответ. Как ты воспринимаешь критику в свой адрес и вообще в адрес команды? Ну, если критика предносена нормально, то есть навязчиво как-то, то я вполне адекватно воспринимаю ее, прислушиваюсь. Но я не люблю излишнюю критику, потому что такой какой-то характер, что не люблю, когда постоянно что-то твердят мне. Команда вполне тоже адекватно реагирует. То есть, там, если какие-то у нас плохие результаты, где-то мы сыграли плохо, то эта команда понимает, пытается исправить и прислушаться. Ну, в основе вы сами свои ошибки, в принципе, даже знаете, наверное, когда их совершаете уже. Да-да. Ну, какие молодцы. Ну, и давай по традиции пару слов болельщикам и зрителям. Ну, хотел бы выразить слова благодарности нашим болельщикам, которые остаются с нами, не покидают нас, несмотря на то, что мы выступаем не всегда хорошо. И в этом сезоне мы вообще так немного упали, так сказать. И хотел бы сказать, оставайтесь с нами, болейте за нас. Мы еще, надеюсь, будем бахать и покажем всем супер-класс. Надеюсь, солнышки еще зажгут. Ну, что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо тебе за интервью и удачи вам на полях сражений. И тебе.